Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака и мы будем готовить домашний кетчуп. Кетчуп мы будем готовить из слив с добавлением помидоров, болгарского перца, горького перца и зелени. Что для этого понадобится? 2 кг слив, 5 средних помидоров, 2 болгарских перца, 1 горькая перчина, головка чеснока, зелень. Зелень можно взять любую на ваш вкус. У меня кинза и риган. Соль и специи хмели-сунели по вкусу. Приступим к приготовлению. Из слив надо удалить косточки. Болгарский перец я уже очистила от семян. Порезать. Некрупно порезать болгарский перец, помидоры и горький перец. Также порезать нужно зелень. Сливы я почистила. Порезала овощи, зелень. Теперь все складываем в чашу мультиварки. Хочу обратить внимание на то, что у меня чаша в мультиварке нержавейка, в которой можно пользоваться будет блендером. Поэтому, если у вас нет такой чаши, вам нужно будет переливать, для того, чтобы разбить потом блендером всю массу. Сливы отправляем в чашу мультиварки. Сверху помидоры и зелень. Сейчас я выставлю режим тушения 2 часа. После этого нужно будет добавить чеснок, соль, специи и пробить блендером. Закрываю крышку мультиварки. Выставляю режим тушения 2 часа. Нажимаю старт и через 2 часа будем дальше готовить. Время приготовления. На этом этапе подошло к концу. Добавляю чеснок в массу. И надо всю массу пробить блендером. Массу я пробила. Теперь нужно добавить соль, специи. Когда вы добавляете соль и специи, это нужно, конечно, смотреть на свое усмотрение. Многие спрашивают, сколько конкретно соли. Я не могу вам сказать, сколько конкретно соли, потому что я солю на свой вкус. Кто-то любит более соленое, кто-то менее соленое. Сделайте так. Вы посолили, взяли массу в ложечку, Остудили ее и в остывшем виде попробуйте на вкус. Если вам нравится, значит соли достаточно. Если вам мало соли, досолите. Можно добавить сахара также на свой вкус. Вкус доводите по своему усмотрению. Перемешиваем. Видите, какой соус густой. Для меня, на мой вкус, эта консистенция хорошая, для того, чтобы не протирать массу через сито. Если вы желаете протереть массу через сито, протрите. Это все на ваш вкус. Закрываем крышку мультиварки, включаем режим тушения полчаса. Нажимаем старт. И через полчаса уже можно будет закатывать кетчуп. Время приготовления подошло к концу. Кетчуп готов. Осталось его только закатать в баночки. Вот такой домашний кетчуп у нас получился. Густой, красивый. Консистенция хорошая. Приготовьте его. Я думаю, вам очень понравится. Приятного аппетита. Я приглашаю вас подписаться на мой канал в YouTube. И вы всегда будете видеть мои новые видеорецепты. Я всем вам буду очень рада. Здоровья вам и вашим близким. Продолжение следует...